Сегодня мы продолжаем обсуждение книги Эйстейна Линнебо «Тонкие объекты» и у нас третья глава «Динамическая абстракция». Начинается глава с того, что перед нами есть определенная угроза парадоксов. И в первую очередь это, конечно же, парадокс Рассела, который может быть построен следующим образом. Во-первых, нам надо обратиться для начала к такому принципу абстракции, который формулируется Готлобом Фреге. Это базовый закон номер 5. Вот он вот так вот выглядит. Но конкретно здесь это уже частный случай базового закона номер 5. Вообще он формулируется там для функций, здесь он для понятий. Здесь, значит, f и g обозначают второпорядковые переменные, они пробегают по понятиям в смысле Фреге. У Фреге понятие определяется как функция, значением которой является истинностное значение. И вот этим вот, такой вот записью, x с крышечкой и потом что-то еще обозначается объем понятия F. Ну вот здесь вот, конкретно вот эта вот запись, она означает объем понятия F. Если бы у нас здесь какая-то была формула, то тогда у нас был бы, соответственно, объем понятия, который этой формулой определяется. Вот из базового закона номер 5 можно вывести закон объемов. Он говорит следующее, что для всякого понятия F, для всякого x, x принадлежит объему понятия F. Надо здесь x было поставить. Тогда и только тогда, когда x выполняет F, то есть F истинно относительно x. Тогда этот x подпадает в объем понятия. Вот, дальше мы можем сделать подстановку, поскольку тут у нас квантер общности по F. Мы делаем подстановку, потом делаем экзистенциальное обобщение. У нас получается вот такая вот формула. Существует F такое, что для всякого x, x включается в объем понятия F тогда и только тогда, когда x выполняет F. Это у нас уже знакомая достаточно схема свертывания. Ну, здесь это не схема, здесь у нас тоже просто формула, да. Вот, но по своей структуре она очень сильно напоминает неограниченную схему свертывания. Вот, и то есть, значит, мы говорим, что вот эта вот запись x с крышечкой Fx, она обозначает некоторое множество x-ов, таких, что для них выполняется F. Они выполняют F. Вот, мы можем дальше сказать. Допустим, у нас есть некоторое R, которое определяется вот так. R — это множество x-ов, таких, что x не принадлежит самому себе в качестве своего элемента. Вот, мы делаем подстановку R вместо F в нашу формулу. У нас получается, что для всякого x, x принадлежит R тогда и только тогда, когда x не принадлежит x. Вот, и здесь у нас возникает интересная ситуация. Тут у нас квантор общности по каким-то первопорядковым переменным, да, вот, по первопорядку переменной x. Соответственно, значениями для x могут быть какие-то объекты. Ну, и мы смотрим, ведь R — это же множество, да, и поскольку множество — это объект, то тогда мы можем R тоже подставить, раз тут говорится, что для всякого x. Ну, значит, мы можем взять в качестве значения и само R. И тогда у нас получается, что R принадлежит R тогда и только тогда, когда R не принадлежит R. Да, мы сделали подстановку R вместо x. Вот и у нас, собственно, парадокс Рассела. Вот и все. Вот, это более-менее такая современная вариация, но, по сути, то же самое Рассел написал в письме Фреги. Значит, Фреги и нефрагианцы предполагают, что имеется некоторый статичный домен, который дается один раз, он зафиксирован и он не меняется. Вот, и в этом домене истинные принципы абстракции. Вот у Фреги таким доменом является реальность. Вот он говорит, что вот у нас есть вся реальность, и вот на всей реальности мы занимаемся интерпретацией нашего языка. Вот, если же домен один и он зафиксирован, то тогда парадокса Рассела никак не избежать, если не выдумывать какие-нибудь ухищрения, например, типизацию какую-нибудь. Вот. Ну и нефрагианцы эту проблему решают достаточно просто. Нефрагианцы, допустим, Крис Пинрайт в своей работе 1983 года, концепция Фреги о числах как объектах, он говорит о том, что базовый закон номер 5 следует отбросить, а другие принципы, они вроде как к противоречиям не приводят, и мы их сохраним. Но чуть позже было показано, что возникает проблема плохой компании, которая состоит в том, что по отдельности, может быть, принципы абстракции к парадоксам, к каким-то противоречиям не приводят. Но когда мы их каким-нибудь образом сочетаем вместе, то тогда у нас возникает противоречие. Вот. И, соответственно, есть такой вопрос. Как же отличить проблематичные принципы абстракции от тех принципов абстракции, которые противоречия не вызывают ни в каких вариациях? Вот. Линнебу предлагает другое решение. Он предлагает отказаться от статического домена и предлагает рассматривать динамическую абстракцию. Вот эта динамическая абстракция у него, она не привязана к какому-то одному зафиксированному раз и навсегда домену, как это было у фреги и у неофрегианцев. Вот. Ну, допустим, сначала в очень простых терминах это все формулируется, потом у нас более строгое определение этой концепции будет дано. Допустим, у нас есть некоторый домен, в этом домене имеются линии. Вот. Мы можем применить принцип абстракции над линиями, да, у нас получится направление. Но теперь мы будем считать, что направление является частью уже другого домена, нового, расширенного домена. Мы взяли наш изначальный домен, в нем линии существуют, а направления, они существуют в отдельном домене, в расширенном. Вот. И при таком динамическом подходе у нас получается, что любые принципы абстракции, в общем-то, подходят. Потому что те абстракции, которые этими принципами порождаются, они лежат вне изначального домена. И, соответственно, вот та ситуация, как с базом закона номер 5, она уже не возникает. Да, вот мы можем к нему обратиться. Пусть у нас объемы, которые мы получаем путем абстрагирования, являются элементами другого домена. То есть вот у нас один домен, это какие-то объекты. Второе, ну и там, соответственно, у нас понятия над этими объектами определены. И когда мы делаем, осуществляем абстракцию над понятиями, мы получаем объемы понятий. И объемы понятий у нас относятся уже к другому домену. И поскольку они относятся к другому домену, они не могут быть значением для икса, который находится в области действия квантера общности. То есть мы не можем подставить туда тот же самый R. Потому что он в другом домене у нас находится. Кроме того, Линнаба говорит, что с точки зрения динамической абстракции еще одно преимущество состоит в том, что можно итерироваться. То есть мы можем применять абстракцию один раз, получить расширенный домен, потом применять абстракцию еще раз, получить еще более расширенный домен, потом еще раз, еще и сколько угодно раз это можно делать. И это будет подобно итеративной концепции множеств, когда у нас на каждой стадии создаются все возможные множества из тех множеств, которые уже до этого были созданы. Но Линнабу оговаривается, что вот эта вот итерация и вообще динамическая абстракция имеет смысл только в том случае, если домен задается экстенсионально. Если домен задается интенсионально, то тогда у нас будут сложности. И об этом у нас он будет. Об этом Линнаба будет подробно говорить в данной главе. Теперь посмотрим, как осуществляется арифметическая программа фреги. То есть, собственно, та программа Готлоба-Фреги по сведению арифметики к чистой логике. Она состоит из двух шагов. Во-первых, Фреги говорит, что мы приписываем числа некоторым понятиям. И вот такая вот запись, решетка F, она обозначает число F, то есть число тех объектов, которые подпадают под понятие F. И дальше Фреги говорит, что вот есть такой замечательный принцип, это принцип Юма, который позволяет осуществлять абстракцию над равномочностью. Вот у нас есть понятия, мы говорим, что они равномочны, и это означает, что число объектов, подпадающих под понятие F, равно числу объектов, подпадающих под понятие G. Вот здесь F равномочна G, это вот в данной принципе, это формализация в чистой второпорядковой логике утверждения о том, что F и G равномочны. Нас деталь не интересует, как это будет формулироваться, главное это просто знать. Ну и в принципе, понятие равномочности вроде как не является проблематичным, в отличие, например, от понятия числа. Мы всегда можем выложить объекты друг напротив друга и видеть, больше их или столько же, или меньше, например. То есть мы можем группы объектов всегда сравнивать. Это достаточно наглядная процедура. Вот. И второй шаг программы Фреги состоит в следующем. Во второпорядковой логике с помощью базового закона номер 5 можно определить вот это вот, такой вот сингулярный терм, как число объектов F определить, как объем понятия быть объемом некоторого понятия равномочного F. Это делается с помощью вот такой вот формулы. То есть мы говорим, что вот у нас есть объем некоторого понятия. И это понятие следующее, что существует такое G, что X равен объемом понятия G и F равномочны G. Вот. То есть у нас понятие числа определяется как класс эквивалентности, как некоторый класс равномочных множеств. То есть у нас, например, число 2 это класс, содержащий в себе все множества, мощность которых равна 2. Вот. То есть число это класс эквивалентности по Фрэги. Вот. И, соответственно, у нас тут возникает такая теория объемов, да, и вот числа как класс эквивалентности, как я только что сказал. Собственно говоря, нефрэгианский ответ на парадоксы состоит в следующем. Давайте отбросим второй шаг программы Фрэги. Второй шаг, где у нас как раз там с помощью базового закона номер 5 мы определяем, что такое число. Вот. Это предложение Райта и некоторых других нефрэгианцев, в частности, очень близкую позицию занимают Хейл, например. Вот. В чем же состоит причина такого решения? Первая причина этого решения состоит в том, что принцип Юма не противоречив, а базовый закон номер 5 приводит к противоречию. И вот то, что в итоге у нас получается, называется арифметикой Фрэги. То есть мы отбрасываем базовый закон номер 5, у нас получается такая конструкция. Мы берем второпорядковую логику, добавляем к ней принцип Юма, и у нас доказывается относительная непротиворечивость арифметики Фрэги. То есть арифметика Фрэги непротиворечива, если непротиворечивой является арифметика Дедекинда Пиано. Ну а арифметику Дедекинда Пиано мы как-то, во-первых, естественным образом склонны верить, во-вторых, если мы не являемся конструктивистами, то Генсен с помощью трансфернитных чисел показал, что она действительно не противоречила. Ну и вторая причина того, почему нужно отбросить второй шаг программы Фрэги с точки зрения неофрэгианцев, состоит в том, что арифметика Фрэги плюс некоторые весьма естественные определения дает нам все аксиомы арифметики Дедекинда Пиано. То есть из арифметики Фрэги плюс некоторые определения мы можем вывести все аксиомы Дедекинда Пиано. Вот. И такое выведение называется теоремой Фрэги. Замечательно, да? Мы можем, соответственно, свести арифметику, по крайней мере, второпорядковую, формализованную арифметику к логике, к второпорядковой логике плюс принципу Юма. С принципом Юма, правда, чуть позже возникли некоторые сложности. Для того, чтобы считаться логическим принципом, некоторый принцип должен быть аналитическим, а вот принцип Юма, он не является аналитическим. Точнее, не является аналитической одна из импликаций. Да, это у нас эквиваленция принцип Юма, то есть конъюнкция двух импликаций. Вот одна из этих импликаций не аналитическая. Это было показано Булласом в середине 90-х годов. Вот. Ну, таким образом, неофрегианский подход, в общем-то, дает нам непротиворечивую и достаточно сильную систему для доказательства всех теорем обычной арифметики. Может быть, она не совсем логицистская, в том смысле, что не к чистой логике сведения осуществляется, да, поскольку принцип Юма не аналитичен. Но, тем не менее, мы реконструировали, да, некоторую арифметику, почти, ну, используя почти только логические средства. Вот. Может быть, принцип Юма можно заменить на что-то аналогичное, что будет аналитическим утверждением. Но это пока открытый вопрос. Вот. И теперь чуть подробнее по поводу плохой компании. Собственно, как я уже говорил, неофрегианцы предполагают, что принципы абстракции можно сохранить. И от неофрегианцев требуется отделить хорошие принципы абстракции от плохих. И, кроме того, объяснить, каким образом такое разделение вообще возможно. Ну, почему обоснованно делать именно такое разделение? Вот. По поводу этой задачи есть две трудности. По меньшей мере, две трудности. Ну, по крайней мере, они у Линноба называются. Во-первых, у допустимых принципов абстракции есть противоречивые близкие родственники. То есть, некоторые принципы абстракции, которые очень похожи по своей форме на хорошие принципы абстракции, но они приводят в противоречие. Например, у принципа Юма есть такой аналог для двухместных отношений. Принцип Юма формулируется для понятий, то есть, для одноместных, ну, будем говорить, предикатов, если хотите. Вот. А аналогичный принцип можно сформулировать для двухместных отношений. И тогда мы будем говорить о том, что типы изоморфизма двух-двухместных отношений тождественны тогда и только тогда, когда эти отношения изоморфны. Вот. То есть, мы говорим, что вот у нас есть отношение РС, вот этот вот кинжал обозначает тип изоморфизма, то есть тип изоморфизма Р совпадает с типом изоморфизма С тогда и только тогда, когда Р и С изоморфны. Имеют одинаковую структуру. Вот. Но из этого принципа достаточно легко можно получить парадокс Бурали-Форти. Бурали-Форти это парадокс относительно множества всех ординалов. Множество всех ординалов оно будет определять тоже какое-то ординальное число, и поэтому оно должно это число содержать в себе. Но оно его себе не содержит, потому что оно содержит только ординалы, которые меньше. Ну и вот возникают всякие вот такие вот сложности с этим делом. Вот. То есть из двухместных отношений, из аналога принципа юма для двухместных отношений можно вывести Бурали-Форти. Это первая причина. Вторая состоит в том, что некоторые принципы абстракции являются плохими в неочевидном смысле. Например, есть такой принцип, его сформулировал Криспин Райт в середине 90-х, по-моему, годов или, может быть, в начале 2000-х. Я не знаю, как корректно перевести на русский язык. Значит, он называется принцип ньюсенс. Переводится на русский язык это буквально как неудобство, принцип неудобства какой-то вот. Но у термина ньюсенс есть еще юридический смысл, который состоит в следующем. Допустим, вы являетесь владельцем некоторой недвижимости, и вам не дают этой недвижимостью пользоваться в полной мере. Например, у вас есть квартира, но под вашей квартирой находится ночной клуб, где постоянно играет громкая музыка, и вы не можете находиться в своей квартире просто потому, что вам мешают. Вот это вот неудобство создается. Вот. и принцип этот формулируется так. Неудобства двух понятий совпадают тогда и только тогда, когда эти понятия конечно различаются. То есть тут говорится о симметрической разности. Когда у нас есть понятия пересекаются, то пересечения мы не включаем, а включаем только понятие одно без второго и второе без первого. Вот. Ну, здесь у нас f и g конечно различаются, означает, что есть конечное число объектов, которые являются f и не g или g и не f. Вот. Почему это называется принцип неудобства, я не знаю. Вот. Я смотрел самого Криспина Райта, где он формулирует этот принцип, он там не поясняет. Он просто говорит, что он назовет этот принцип вот так вот. и потом он обсуждает, почему этот принцип ему не нравится. Может быть, поэтому он его называет неудобным. Вот. Этот принцип интересен тем, что он выполняется только на конечных доменах. Если мы берем бесконечный домен, то этот принцип оказывается ложным. Вот. Но относительно принципа Юма известно, что этот принцип выполняется только на бесконечных доменах. Соответственно, сами по себе эти принципы к противоречиям не приводят, но когда мы их берем вместе, у нас в любом случае мы же должны выбрать либо конечный домен, либо бесконечный. И у нас в любом случае тогда будет один из принципов ложен, соответственно, противоречие будет выводиться. Вот. То есть вот этот принцип неудобства, он несовместим с принципом Юма. Вот. И подобных случаев на самом деле очень много. То есть бывает так, что два каких-нибудь принципа сами по себе не противоречивы, но вместе они приводят к противоречию. Вот как в данном случае, например. Ну и теперь посмотрим непосредственно на предложение Linable. Он предлагает отказаться от статичного домена, как я уже это озвучил, и предлагает рассматривать динамическую абстракцию. Пусть у нас вот направление, то есть абстракции, которые мы получаем из линий, будут элементами уже другого расширенного домена, а не домена, где у нас существуют линии, на которых мы абстракцию осуществляем. Вот. И при этом у нас должно гарантироваться, должен гарантироваться вот этот принцип, что любой вопрос об абстракциях должен сводиться с помощью реконцептуализации к тем сущностям, над которыми абстракция производится. Вот. И здесь сводимость предполагает обратное отношение к метафизическому фундированию. То есть, если линии у нас метафизически фундируют существование направлений, метафизически фундируют направления, то тогда отношение сводимости будет обратным, то есть направление сводится к линиям. Ну и здесь точно так же еще приводится другой пример по поводу перпендикулярности направлений. То есть, вот у нас есть вопрос о том, когда направления перпендикулярны. Мы можем сказать, что два направления являются перпендикулярными тогда и только тогда, когда перпендикулярными являются две линии спецификаций, от которых мы абстрагировались и получили направление. Вот. Теперь посмотрим, как это работает. Для начала у нас будет очень неформальный, такой очень нестрогий пример. Пример с веб-страницами. И в этом примере мы понятие набора и принадлежности будем понимать очень нестрого, некритическим таким образом. Мы будем считать, что все, что содержит элементы, оно является набором. Вот. И допустим, у нас есть некоторый набор веб-страниц. Вот. У нас есть задача. Нам надо создать новую страницу, которая будет содержать ссылки на те страницы, которые в этот набор входят. И возникает вопрос, для каких наборов страниц мы эту задачу можем выполнить? Например, можем ли мы сделать страницу, которая будет содержать ссылку на страницы из такого набора страниц, которые не содержат ссылки на самих себя? Ну, по структуре здесь понятно, что задача предполагает то же, что предполагается в рамках парадокса Рассела. Вот. И Линнабо говорит, что ответ здесь зависит от того, как мы понимаем целевой набор. Набор тех страниц, на которые мы должны сослаться. Если мы интенсионально понимаем этот набор, то есть мы определяем этот набор через понятие веб-страницы, которые не содержат ссылку на себя, то тогда, очевидно, мы не можем эту задачу выполнить, иначе у нас парадокс Рассела возникнет. Если же мы понимаем этот набор чисто экстенсионально, то есть у нас есть конкретный список страниц, которые не содержат ссылку на себя, тогда мы можем выполнить эту задачу, и парадокс Рассела у нас не возникнет. То есть, если у нас есть конкретный список страниц, которые не содержат ссылку на себя, этот список вот он уже написан, он зафиксирован, мы можем создать новую страницу, она будет ссылаться на страницы из этого списка. Но то, что эта страница новая не ссылается саму на себя, не ссылается сама на себя, не означает, что она должна быть в этом списке, потому что список мы зафиксировали еще до того, как эту страницу создали. Список мы написали просто вот от руки. Мы перечислили те страницы, которые не содержат ссылки сами на себя. Это чисто экстенсиональный подход. Не через понятие, а через конкретное перечисление. Мы конкретно перечислили и, собственно говоря, зафиксировали этот список. Вот. То есть мы имеем некоторые... Мы создаем вот новую страницу, она ссылается на те страницы из изначального набора. Потом мы видим, что она не ссылается саму на себя, и поэтому мы можем создать новый список. Мы берем старый список, добавляем туда эту страницу, и тогда мы можем создать еще одну страницу, которая тоже будет содержать ссылки только на те страницы, которые не ссылаются сами на себя. Вот на тот новый список страниц. Мы ее создаем, потом смотрим, что она тоже на себя не ссылается, поэтому мы можем сделать новый список страниц. Берем старый, добавляем туда эту новую страницу. У нас еще один список появляется страниц, которые не ссылаются сами на себя. И мы можем снова создать страницу, которая ссылается на страницы из этого набора. Вот. И мы можем делать так сколько угодно долго, и в том числе делать это в контрфактических обстоятельствах. И никакого парадокса рассла у нас не возникнет. Вот. Теперь посмотрим, как это относительно базового закона номер пять может работать. Вот. То есть, какие наборы объектов можно использовать для создания множеств? Вот. Можно ли создать множество, чьими элементами будут наборы, которые не содержат себя в качестве своих элементов? И здесь снова ответ на этот вопрос зависит от того, как мы понимаем целевой набор. Если мы понимаем его интенсионально, то есть, как в парадоксе Рассел, через некоторые условия, что x не содержит себя в качестве своего элемента, то тогда, конечно же, такое множество создать нельзя. Если же мы понимаем этот целевой набор чисто экстенсионально, то есть у нас опять же есть просто список некоторых множеств, которые сами себя в качестве элемента не содержат. И мы можем создать множество, которое будет содержать эти множества. Вот. Причем этот список может быть даже бесконечным. Здесь, правда, надо оговориться, что данный способ... Линнабо почему-то об этом ничего не говорит, но мне показалось это важно. Вот. Данный способ будет работать только для счетно-бесконечных множеств. Вот. И, вероятно, поэтому динамическую абстракцию Линнабо в предисловии и в первой, по-моему, главе называет математически слабой. Вот. Ну, то есть, если у нас несчетное множество, то список мы создать не можем. Мы не можем создать список из всех элементов несчетного множества. А вот список из счетно-бесконечного множества создать можно. Вот. Ну и то есть, получается, что вот это вот итоговое множество, которое мы создаем, оно, поскольку является новым, его нет в изначальном списке. И тогда у нас нет парадоксов. Ну и, соответственно, вопрос о принадлежности новому множеству будет сводиться к вопросу о том, есть ли рассматриваемое в данный момент множество в старом списке. Вот мы имеем список множеств каких-то, которые не содержат себя в качестве своих элементов. Мы создаем множество этих множеств из списка, абстрагируясь. И у нас, во-первых, не возникает парадокса. Во-вторых, у нас есть вот это вот отношение сводимости, которое Линебо считает необходимым, считает желателем для корректной концепции динамической абстракции. То есть, мы всегда можем спросить, является ли некоторое множество элементом того множества, которое мы создали. Оно будет являться элементом этого множества, если оно содержится в этом списке. То есть, в том списке, над которым мы провели абстракцию. Вот. Ну и для этого подхода очень нужно такое понятие набора, которое может быть задано экстенсионально. То есть, нам нужно понятие набора, чтобы эти наборы были экстенсиональными. И Линебо говорит, что это не обязательно делать с помощью списка, потому что в списке есть определенный порядок, а когда мы создаем какой-то набор, там нам порядок не является необходимым. Вот. И об экстенсионально определенных наборах очень удобно говорить с помощью множественности, которые мы несколько лет назад подробно рассматривали, когда обсуждали Вильямсона. И потом еще у нас семинар даже был отдельно по всем этим множественностям. Ну, и не только. Вот. Значит, естественно, у нас будут множественные квантеры, нам уже известные. То есть, для всяких иксов существуют такие игреки, существуют такие иксы, что там и отношение быть одним из многих. Вот У является одним из многих иксов. Здесь множественность понимается примерно так же, как в естественном языке, но с некоторыми нюансами. Там о них дальше я скажу. Ну, то есть, вот у нас есть стол, это один объект. А когда мы говорим, например, столы, это вот множественность какая-то, которая не является некоторым единым объектом, не является множеством, да. Это столы по отдельности, но мы говорим о них как будто бы они все вместе. Вот. Но они не вместе, да, это просто множественное число. Вот. И, соответственно, множественности будут у нас экстенсиональными. Две множественности эквивалентны тогда и только тогда, когда они составлены из одних и тех же объектов. Множественность х-ов эквивалентна множественности у тогда и только тогда, когда для всякого у является одним из многих х-ов Тогда и только тогда, когда у является одним из многих у И мы можем сформулировать базовый закон номер 5 с помощью множественности Он называется множественный закон номер 5 Он будет формулироваться так Множество, составленное из множественности x, равно множеству, составленному из множественности y тогда и только тогда, когда множественность x эквивалентна множественности y. И вот эта вот запись в фигурных скобках мы будем назвать множеством. вот так мы сможем использовать расширяющийся домен и избежать парадоксов что нам нужно для того чтобы объяснить абстракцию нам нужно предпринять несколько шагов первый шаг состоит в следующем у нас будет двухсортный язык базовый язык это язык множественности базовый домен это множественность объектов то есть мы домен понимаем как множественность и расширенный язык это язык которому добавлены первопорядковые переменные и термы и их значениями будет уже множество множество которое мы получаем путем абстракции над базовым доменом вот и также у нас есть оператор это вот фигурные скобки который применяется к множественному терму базового сорта базового языка и дает нам сингулярный терм расширенного сорта то есть уже расширенного языка расширенного домена но это вот принцип абстракции как раз для множественности то есть мы если мы имеем множественность какую-то значит существует множество которое содержит вот ровно те элементы которые в эту множественность включаются вот в такой ситуации парадокс у нас не возникает так как расширенный домен содержит множество составленные из объектов базового домена но множество сами по себе они находятся в отдельном расширенном домене да и вот такое вот разделение новых множеств и старых объектов она гарантирует что парадокс рассла не возникнет и второй шаг для объяснения абстракции состоит в следующем нам нужно объединить эти два домена двухсортного языка чтобы получить один домен по которым будут пробегать один сорт объектных переменных это можно сделать с помощью закона экстенсиональности пусть y это элемент расширенного домена множественность иксов это его элементы ну то есть игрек это множество до получается составленное из иксов если базовый домен содержит множество z чьими элементами являются иксы то мы тогда отождествляем y и z потому что у них одинаковые элементы вот если же нет то мы тогда считаем x новым объектом который отличен от любого элемента старого домена вот и объединенный домен содержит все множество объектов из базового домена а на предикаты двухсортного языка мы накладываем специальные типовые ограничения ну то есть новые объекты они не могут выполнять некоторые предикаты например быть электроном да потому что с помощью абстракции электроны мы получить не можем вот мы можем получить множество вот множеством эти объекты новые объекты могут быть а электронами нет потому что нельзя абстрагироваться и получить электроны посмотрим более внимательно на оператор абстракции вот этот оператор абстракции фигурные скобки он определяется на множественностях из базового домена и у нас будет вот такой вот предикат old old от x будет истинно это атомарная формула которая истинно только на элементах базового домена соответственно если вместо икса мы подставим какой-то элемент из расширенного домена то данная атомарная формула будет ложной и множественный закон номер пять дает нам следующее если мы его разделим на часть на две части во-первых он дает нам критерий тождества у линны бы он называется экст он следующий вот здесь запись set у x означает что множественность из у формирует множество x вот множественность из у формирует множество x и и множественность из в формирует множество y то x равен y тогда и только тогда когда для всякого z z является одним из у тогда и только тогда когда z является одним из в вот то есть у нас через экстенсиональности определяется критерий тождества для x и y для двух множеств уже то есть для элементов расширенного домена и принцип еще схлопывания коллапс называется это вообще-то принцип как бы существования на самом деле говорит следующее что для всякого для всякой множественности из у существует x такой что это множественность из у формирует множество x то есть всякая множественность обязательно формирует некоторое множество если мы берем пять столов это будет множество из пяти столов вот и все вот но для того чтобы ограничить абстрагирование абстракцию над множеством над множествами нам нужно ослабить критерий существования и сделаем мы это следующим образом вот у нас будет коллапс минус будет говорить следующее что для всякой множественности у для всякого x а x является одним из у если x является одним из у то у является старым и значит следу существует такой x что у формирует множество x то есть вот у нас есть некоторые старые объекты эти старые объекты формирует множественность и я это множественность формирует множество теперь посмотрим на абстракцию для множественности вот у нас такая вот абстракция вот это вот знак такой параграф или просто s это оператор который делает из некоторой переменной сингулярный термин вот и вот это вот тильда она будет обозначать некоторую эквивалентность между множественностью иксов множественностью иксов вот пусть это отношение не меняется при расширении домена вот и мы можем этот принцип абстракции разделить опять же на 2 на критерий существования и на критерий тождества вот критерий существования будет такой то есть у нас по сути все то же самое что было с множествами только вместо множества теперь abs появилась то есть это более общая форма вот тут говорится о том что для всякой множественности иксов существует некоторый у такой что иксы формируют абстракцию у ну и аналогично критерий тождества для этих двух абстракций определяется так что если у нас множественность иксов формирует абстракцию у и множественность игреков формирует абстракцию в то эти две абстракции тождественны друг другу тогда и только тогда когда между иксами и игреками имеется отношение эквивалентности вот и дальше как и раньше мы можем ограничить критерии существования множественностями старых объектов если нам это требуется потребовать чтобы иксы которые множественность иксов составляют и игреки которые составляют множественность игреков обязательно были старым вот но это вот более подробно по поводу динамического подхода ну дальше еще будет теперь сравним в чем же разница между статическим и динамическим подходом в чем преимущество динамического подхода вот динамический подход решает проблему плохой компании вот при динамическом подходе вопросы о новых абстракциях всегда будут сводимы к вопросам о старой антологии структура новых абстракций определяется структурой старой антологии то есть у нас нет ну то есть это предикативная абстракция то о чем линобо говорил в предисловии вот и динамический подход позволяет итерацию то есть мы можем применять принципы абстракции сколько угодно раз мы можем абстрагироваться получить абстракции какие-то потом применить принципы абстракции к этим абстракциям получить новые абстракции и так далее вот однако динамический подход является более ограничительным при статическом подходе можно из принципа юма вывести существование бесконечно многих чисел и это используется в доказательстве теоремы фреги а поскольку числа доступны ну это возможно потому что числа доступны в одном зафиксированном раз навсегда домене да вот у фреги один статический домен вся реальность вот и поэтому мы там принципы индукции можем применять к абстракции и получать соответственно бесконечное число чисел вот при динамическом подходе из того что в домене существует некоторое конечное число чисел например с 0 до n мы можем вывести что в расширенном домене существует число n плюс 1 но это число которое существует в расширенном домене она изначально домену конечно же не принадлежит То есть у нас в начальном домене какое-то конечное число чисел, в расширенном домене плюс еще одно число. И конечное число применений принципа Юма, начиная с конечного домена, конечно же, не дают нам возможности установить существование бесконечного домена. Как я сказал, при статическом подходе используется математическая индукция, здесь мы математическую индукцию применить не можем. Но эту слабость, однако, можно преодолеть. Принцип Юма при его динамическом подходе гарантирует существование произвольно больших конечных доменов. Значит, он гарантирует потенциальную бесконечность, но не актуальную. И в дальнейшем Линнебу планирует показать, как мы можем использовать потенциальную бесконечность. Кроме того, динамически понимаемый принцип Юма можно применять и в трансфинитном случае, то есть применять к трансфинитным числам. И тогда он будет гарантировать существование разных степеней бесконечности. Значит, и актуальных бесконечностей чисел, и каких-то других объектов. Теперь посмотрим на итерацию абстракции. У нас был введен оператор old, когда мы объясняли, как мы можем абстрагироваться над старыми сущностями, получать новые абстракции. Вот этот предикат работает неэффективно. И лучше всего его роль выполняют модальности. При этом множественности мы считаем жесткими. То есть мы считаем их определенными раз и навсегда, и при переходе между возможными мирами множественности не меняются. Дальше мы введем следующие модальности. Необходимо f будет означать, что сколько бы шагов абстракции мы не делали, и f будет иметь место. А возможно, f будет означать, что мы можем применить абстракцию, чтобы f имело место. И тогда мы имеем возможность переформулировать критерии существования и критерии тождества с помощью модальности. Вот они так вот обозначаются. То есть модализованный коллапс и модализованный экст. Необходимо, что для всякой множественности иксов, возможно, существует y такой, что иксы составляют множество y. То есть необходимо, что имея любые объекты, возможно, чтобы эти объекты составляли множество. То есть может быть сейчас они множество не составляют, но мы можем применить абстракцию, и они будут составлять множество. И дальше критерий тождества. Он такой, что если множественность u составляет множество x, и множественность v составляет множество y, то x равен y тогда и только тогда, когда необходимо, что для всякого z, z является одним из u, тогда и только тогда, когда z является одним из v. То есть два множества тождественны, это x и y, тогда и только тогда, когда они с необходимостью содержат одни и те же элементы. Вот так вот у нас формулируются критерии существования и критерии тождества в моделизованных вариантах. Посмотрим на статическую версию множественного закона номер 5. Вот это у нас напоминание о том, как выглядит множественный закон номер 5. Определим принадлежность следующим образом. Мы скажем, что x принадлежит y тогда и только тогда, когда существует некоторая множественность из u, что x является одним из u и u составляет множество y. Дальше мы можем получить то, что у Линдебла называется формула 3.2. Она говорит, что если y это множество, составленное из u, то тогда для всякого x принадлежит y тогда и только тогда, когда x является одним из u. Вот это мы выводим, соответственно, из того, как у нас определяется отношение принадлежности и некоторых других принципов. То есть получается, что множество содержит те же элементы, что и формирующие его множественность. Но при этом множество является отдельным объектом, а множественность объектом не является. Дальше мы можем получить формулу 3.3, которая говорит, что для всякого u, u является одним из rr тогда и только тогда, когда u не является элементом u. По множественному свертыванию существуют объекты rr, которые не являются элементами самих себя. А это у нас подстановка в аксиомы свертывания. Ну и дальше мы делаем подстановку r вместо rr. У нас получается формула 3.4 вместо u. То есть у нас получается, что r является одним из r тогда и только тогда, когда r не является элементом rr. И по коллапсу эти объекты rr составляют раз целого множества. Определяется оно так, что множественность rr составляет множество r. Вот здесь, кстати, у меня опечатка, а здесь просто r одна должна быть. Вот и коллапс. Для всякой множественности u существует x такой, что множественность u формирует множество x. И мы, соответственно, получаем противоречие, делая, ну, используя вот эти вот принципы. У нас получается, что r является одним из rr тогда и только тогда, когда r не является одним из rr. Это мы по 3.2 получаем. Вот. Ну и посмотрим теперь на динамическую версию базы этого самого множественного закона номер 5. В нем множественности лишь потенциально схлопываются в множество. То есть после некоторой процедуры абстракции. То есть уже в другом домене. Значит, лишь возможно, что Расселова множество существует. Вот. Значит, r более не входит в область значений для переменной u в области квантера общности в формуле 3.3. Значит, нельзя сделать постановку и получить формулу 3.4. Вот. То есть у нас парадокс Рассела не возникает для множественного закона номер 5 в динамической версии. И кроме того, еще простые модели крипки показывают, что динамическая версия множественного закона номер 5 является непротиворечивой. Вот. Причем этот подход применим к любому принципу абстракции. Множественный закон номер 5 – это тоже принцип абстракции определенный. Вот. Нужно лишь разделить этот принцип абстракции на составленные части, то есть на критерии существования и критерии тождества, и затем сделать их динамическими, заменив квантеры. Соответственно, общность заменяется на необходимую общность, а существование – на возможное существование. Вот. Теперь посмотрим, как у нас гарантируется абсолютная общность и в каком смысле о ней мы можем говорить. Вот. У нас может быть внутримировая общность, которая дается нам квантерами обычными. для всякого и существует. И у нас может быть трансмировая общность, которая дается нам модализованными квантерами. Соответственно, необходимо, что для всякого, да, и возможно существует. Без модализованных квантеров мы не можем получать обобщение обо всех множествах вообще, вне зависимости от шага абстракции, поскольку у нас обычный квантер общности только внутри мира действует, но не вне. Вот. Теперь рассмотрим немодальный первопорядковый. Вот здесь надо обязательно подчеркнуть, что это первопорядковый язык, потому что здесь нет множественностей. Вот множественности у нас потом появятся. Немодальный первопорядковый язык L и его расширение модализованное. У нас будет F – это формула языка L, а, соответственно, модализованное F – это так называемый потенциалистский перевод формулы F на модализованный язык. Вот. И если у нас все квантеры в формуле являются модализованными, то такая формула называется полностью модализованной. Теперь мы можем анонсировать теорему, которая звучит так. Первопорядковые модализованные квантеры ведут себя логически точно так же, как обычные первопорядковые квантеры, но их переменные пробегают по абсолютно всем объектам, которые можно получить с помощью абстракции. Вот. То есть у нас логически поведение квантеров общности и существования с одной стороны и необходимой общности и возможного существования одинаковы, но для первопорядкового языка. Только для первопорядкового. Вот. И то есть мы когда говорим, что необходимо для всякого и там что-нибудь, да, мы говорим обо всех объектах, которые мы можем в ходе абстракции получить, сколько бы мы раз эту абстракцию не осуществляли. Таким образом у нас гарантируется абсолютная общность. То есть мы можем вообще обо всех объектах говорить, которые на любом этапе абстрагирования появляются. Вот. Дальше мы будем говорить, что формула F является стабильной, если выполняются нацесситации универсальных замыканий следующих двух условных выражений. Если F, то необходимо F, и если не F, то необходимо не F. Ну то есть другими словами у нас получается, что формула стабильна, если когда мы из одного мира в другой достижимый мир путешествуем, то вот в более позднем мире истинностное значение этой формулы не меняется. Ну точно так же, как, например, в интуиционистской логике, да, насколько я помню. Мы там движемся по фрейму, например, и у нас истинностное значение формулы не меняется. Если формула была доказана, то она не может стать недоказанной в более позднем мире. Вот. И здесь у нас, если формула истина, то она не может стать ложной в более позднем мире. И аналогично, если она ложна, то она не может стать истиной. Для объяснения этих модальностей у нас подходит система S4 И мы знаем, что S4 корректна и полна для рефлексивных и транзитивных фреймов крипки Именно поэтому она нам подходит То есть у нас тут рефлексивность и транзитивность выполняются, симметричность выполняться не может Кроме того, Линобов говорит, что нам подойдет даже более сильная система Которая называется S4.2 И получается она путем добавления к S4 следующей аксиомы Аксиомы G, которая позволяет переставлять модальные операторы То есть у нас если возможно необходимо F, то тогда необходимо возможно F Ну и соответственно в S4 мы можем схлопывать модальности Да, у нас аксиома 4 говорит, что если необходимо необходимо F, то необходимо F То есть мы можем необходимо схлопнуть по четвертой аксиоме И кроме того, в S4 выводится, что если возможно возможно F, то возможно F То есть операторы возможности тоже схлопываются И с помощью G мы можем группировку осуществлять То есть если у нас там они как-то в порядке чехарды расставлены Наши модальные операторы, мы можем их с помощью аксиомы G поменять местами нужным образом И затем схлопнуть и у нас, собственно говоря, будет достаточно простая формула после этой процедуры Вот, G выполняется для всех так называемых сходящихся фреймов То есть фреймов, когда два расширения одного мира имеют общее расширение Вот, ну например, у нас, допустим, есть мир W0 И в нем у нас есть линии и есть еще, ну например, понятия Вот, так скажем Вот, то есть мы можем либо абстрагироваться над линиями и получить W1 Либо абстрагироваться над понятиями и получить W2 Ну то есть абстрагирование над понятиями будет давать объем понятий Вот, но дело в том, что если мы осуществили ту или другую абстракцию У нас ведь из изначального домена никуда объекты не делись И мы можем снова делать абстрагирование Да, то есть мы можем после того, как мы из линии получили направление Мы можем сделать абстракцию над понятиями и получить объемы Или наоборот, если мы сначала сделали из понятия объемы То мы можем снова обратиться к уже имеющимся у нас линиям и получить направление Да, и то есть мы в любом случае, несмотря на то, что мы разошлись как бы в две стороны Мы потом все равно приходим в единый, в общий мир W3 Если мы осуществим обе абстракции Сначала одну, а потом другую То есть пути разные, но конечная точка нашего путешествия в некотором смысле та же самая Вот, и вот эта теорема, которую я анонсировал Она называется теорема о зеркалировании И ее доказательства приводятся в приложении 3B Вот, она звучит так То есть я говорил о том, что квантеры внутримировые ведут себя так же, как и трансмировые квантеры С логической точки зрения Вот, то есть теорема о зеркалировании такая Пусть F1, Fn и Пси — это формулы L, то есть первопорядковые формулы Тогда F1, Fn из F1, Fn выводится Пси тогда и только тогда, когда из потенциалистских переводов F1, Fn Потенциалистский выводится потенциалистский перевод Пси Вот, здесь вот этот вот потенциалистская выводимость Это выводимость в моделизованном языке с помощью обычной первопорядковой выводимости Плюс еще к ней добавляется система S4.2, то есть аксиома 4, аксиома G И у нас еще нужно использовать аксиомы стабильности всех предикатов L Вот, это как дополнительное у нас требование Вот, ну на доказательстве я останавливаться не буду И вообще приложение не буду подробно рассматривать Вот, стабильность теперь Стабильность отношения быть одним из многих Она об условной стипуляции Мы договорились, что у нас множественности будут экстенсионально пониматься Поэтому если у нас в каком-то мире, допустим, W0 Мы определили некоторую множественность, например, U Множественность U То сколько бы мы раз абстракцию не применяли То есть сколько бы мы раз не переходили в другие достижимые миры У нас эта множественность не изменится Она останется той же самой Как она определена в изначальном мире Там W0, например Вот, для предикатов set То есть отношений set и abs Эти отношения тоже являются вполне стабильными Поскольку они определяются множественностями Да, поскольку у нас множественности стабильны Значит и вот эти вот set и abs, они тоже стабильны Вот, как можно достичь абсолютной общности Если всякий домен можно расширить Как мы можем говорить обо всех объектах вообще Если всегда мы можем наш домен расширять Посмотрим, как это делается для начала в немодализованном языке Вот возьмем формулу 3.5 Она говорит, что существует некоторая множественность R Такая, что для всякого U U является одним из R Тогда и только тогда, когда U не является элементом U Мы можем абстрагироваться над RR И получить расслового множества То есть мы тут оператор Который из множественности делает множество Используем Вот Это множество не входит в изначальный домен Значит, не может быть значением для U Вот здесь То есть у нас получается, что не существует такого X Что множественность R составляет множество X И существует X в расширенном домене Такой, что множественность R формирует множество X Вот Как же дела обстоят с моделизованными квантерами? Дают ли моделизованные квантеры нам ту самую обещанную множественность Обещанную общность, точнее О которой у нас Линобо так беспокоится Ну вот возьмем потенциалистский перевод в формулу 3.5 Возможно, существует такая множественность R Что необходимо для всякого U U является одним из R Тогда и только тогда, когда U не является элементом U Возможно, существуют объекты R такие Что какие бы объекты не добавлялись в домен Объекты R представляют собой все и только те объекты Которые не содержат себя в качестве своих элементов То есть другими словами у нас получается Что ни одно множество не содержит себя в качестве своего элемента Сколько бы множеств не добавлялось в домен Условие справа будет истинно для все большего и большего числа объектов Вот тут у нас условие справа U не является элементом U И они находятся в области действия моделизованного квантера общности То есть у нас необходимо для всякого U U не является элементом U Вот, и, соответственно, раз у нас тут необходимость То здесь вот значение для U Могут быть любые множества из любых миров Которые мы получаем с помощью абстрагирования С другой стороны, множественности задаются экстенсионально И в каждом мире, где они существуют Они содержат одни и те же объекты И какие бы объекты множественность R не содержала Условие слева Вот это вот U является одним из R Будет истинно только для тех объектов изначальных А для тех новых объектов Которые в дальнейшем на уровне абстрагирования каком-то возникают Оно уже не будет истинным То есть мы видим, что слева и справа условия истинности отличаются Этот принцип не может считаться приемлемым Формула 3.5 не выполняется у нас в динамическом контексте Если используется модализованный квантер Вот, то есть у нас один и тот же аргумент Но он работает для обычных квантеров Но не работает для модализованных квантеров В чем причина? Потому что у нас есть теорема о зеркалировании Которая говорит, что в первопорядковом случае Квантеры ведут себя одинаково А вот здесь вот они ведут себя по-другому И причина это в множественной квантификации Рассмотрим принцип свертывания для множественной квантификации Вот такой вот Существует множественность иксов Что для всякого у У является одним из х Тогда и только тогда, когда выполняется фи от у Вот, то есть любое условие фи от у Определяет некоторый объект Ну и для удобства будем рассматривать И пустые множественности тоже Хотя вот здесь вот И тот как раз нюанс возникает Относительно естественного языка В естественном языке мы можем сказать, что там На столе лежат книги Мы предполагаем, что на столе есть Хотя бы одна вообще книга Вот если там хотя бы одна есть То книги там точно есть Вот, но обычно мы имеем в виду, конечно Что объектов два или больше Когда мы говорим там книги Используем множественное число Но хотя бы один объект обязательно должен быть Вот То есть когда мы используем множественное число В естественном языке Мы не предполагаем, что там может не оказаться вообще объектов То есть если объектов несколько То их один, два или больше Вот это такое требование Того, как употребляется множественное число В естественном языке Вот здесь же мы можем рассматривать Множественности, которые являются пустыми Вот, и когда мы, например, Вильямсона обсуждали То там у него И вот, кстати, у Линнеба В его других статьях По поводу множественной квантификации У него множественности понимаются Именно так, как в естественном языке То есть они не могут быть пустыми А здесь для удобства Линнеба говорит Что давайте множественности Будем рассматривать в более широком смысле Не только как в естественном языке То есть у нас множественности могут оказаться пустыми Правда, что такое пустая множественность Совершенно непонятно Много пустоты получается Вот Теорему о зеркалировании Она у нас была только о первопорядковом языке И о моделизованном варианте Первопорядкового языка Мы можем расширить до языка Который содержит правила введения и удаления Для множественных квантеров Но при этом Не содержит аксиом Множественного свертывания То есть не содержит вот этого принципа ПКОМП Подстановок Принципа Потому что это схема Дело в том, что затруднение Которое мы только что рассматривали Оно возникает как раз таки из-за аксиом Множественного свертывания Рассмотрим потенциалистский перевод ПКОМП Он будет вот такой вот Возможно, существует такая множественность Иксов Что необходимо для всякого У У является одним из этих иксов Тогда и только тогда Когда выполняется моделизованный То есть потенциалистский перевод Фи от У Вот И данная схема имеет ложные Постановочные случаи Например, если У принадлежит У Это вместо условия Фи Это вот то, что мы рассмотрели У нас Поскольку множественности Определены экстенсионально Они как бы заданы раз и навсегда Они являются жесткими И при переходе из одного мира в другой Они не меняются А при этом у нас новые объекты появляются Вот Вот этот принцип Моделизованный принцип Свертывания для множественностей Он допустим тогда и только тогда Когда имеется некоторая стадия В процессе динамической абстракции На которой получены все возможные случаи Моделизованного перевода Фи от У Но Проблема в том, что Не всегда есть возможность Получить все возможные случаи Потенциалистского перевода Фи от У И, например, мы это видели В случае потенциалистского перевода Формулы 3.5 Он оказался ложен Моделизованно Множественное свертывание Проблем само по себе не содержит Но его моделизованный вариант Вступает в противоречие С экстенсиональной природой множественности Если бы множественности Были интенсионально определены Тогда бы у нас проблем не было Но мы определили их экстенсионально Для того, чтобы избежать парадокса Вот И здесь Линнабо замечает Что Такое интересное очень Замечание делает Что применение точного Интенсионала к миру Не всегда позволяет Определить экстенсионал Здесь экстенсионал Понимается как множественность Вот И определение экстенсионала Не является тривиальной задачей Да, в большинстве Каких-то конкретных Эмпирических случаев Точный интенсионал Действительно определяет Экстенсионал Например Он рассматривает Случай Что вот у нас есть Какое-нибудь точное понятие Что такое звезда И какой бы Возможный мир мы не взяли Мы всегда можем Выбрать объем Тех объектов Которые подпадают Под понятие звезды Но в случае математики И в случае тех Конкретных использований Абстракции Это не так Вот И он Линобо ссылается здесь На Даммита На его концепцию Неопределенной расширяемости Он говорит, что Вот здесь близкая идея У Даммита Которая состоит в следующем Понятие является Неопределенно расширяемым Когда И дальше там цитата Из Даммита Вот она в кавычке взята Мы можем сформировать Определенную концепцию Тотальности Всех тех элементов Которые подпадают Под понятие Мы можем С помощью указания На эту тотальность Охарактеризовать Большую тотальность Всех тех элементов Которые подпадают Под нее То есть мы В каком-то возможном мире Имеем Вполне себе Конкретный объем Некоторого понятия Да У нас есть понятие Которое этот объем Определяет Но В каком-нибудь другом Возможном мире У нас объектов Станет больше И соответственно Под это понятие Подпадает Большее число объектов Но Если мы Определили Эту тотальность То Ну как бы Задали ее Зафиксировали То новые объекты Из тех Новых возможностей Миров Они уже в нее Не попали И это можно Представить Следующим образом Пусть Большое Х Это у нас Будет переменная Для тотальности А Д от Х Будет означать Что Х Определен Тогда у нас Этот принцип Неопределенной Расширяемости Для понятия Ф Будет Формулироваться Так Для всякого Для всякой Тотальности Х Если Тотальность Х Определена И Для всякого У Если У является Одним Из элементов Х То У Выполняет Ф То тогда Существует У Такое Что У Выполняет Ф И при этом У Не является Элементом Х Правда Дамит Не объясняет Понятие Определенности То есть Вот этот ДХ И если Определенная Тотальность Это тотальность Которую Можно задать Экстенсионально Ну буквально Перечислить То тогда Мы можем Сформулировать Этот принцип Таким вот Образом То есть Неопределенно Расширяемым Понятие Ф Будет Тогда И только Тогда Когда Необходимо Для всяких Иксов Если Для всякого Игрека Игрек Является Одним Из многих Иксов То Игрек Подпадает Под понятие Ф То Возможно Существует Такой Игрек Где-то В другом Возможном Мире Что Игрек Тоже Подпадает Под понятие Ф И при этом Игрек Не является Одним Из Иксов Да Напоминаю Что Множественности Определены Экстенсионально Допустим Мы зафиксировали Множественность Этих Иксов В возможном Мире W0 Потом Как-то Там Абстрагировались 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 На каком-то Этапе У нас Появился Новый Объект Который Тоже Под понятие Попадает Но при этом Он ведь Не был В изначальном Мире W0 Значит Он не является Одним Из этих Иксов Хотя По идее У нас Требуется Чтобы Понятие F Оно Строго Определяло Свой Объем В каждом Возможном Мире А здесь Оказывается Так что Объем И То есть Экстенсионал И интенсионал Как-то связаны Немножко Другим Способом Вот То есть Понятие F является Неопределенно Расширяемым Если Необходимо Что для Любого Случа Этого Понятия Возможно Существование Другого Случа Который Не Входит В Экстенсионально Перечисленные Случа Здесь У нас Очевидно Что Возникает Эта Сложность Из-за Того Что Мы Множественности Экстенсионально Поняли Вот Другими словами Нельзя задать Экстенсионал Через Множественность Так как Любое Определение Экстенсионала Предполагает Что можно Определить И Другие Случаи Этого Понятия Вот Ну и Линнебо Завершает Замечанием Что Неопределенно Расширяемыми Являются Понятия Множества Понятия Объекта Ординала Кардинала И Многие Другие Математические Понятия Вот На этом у меня По главе Все Еще Пару слов Пару слов Я скажу По поводу Сейчас Секунду По поводу Приложений Значит Здесь Два Приложения 3А И 3Б Вот 3Б Содержит Доказательства Теоремы О зеркалировании Я уже Сослался А 3А Содержит Некоторые Дополнительные Вопросы И там Он говорит В них Что Значит Нам Для построения Семантики Требуется Достаточно Богатый Выразительный Аппарат И в частности Вот Мы конечно Можем Без множественной Логики Обойтись Но тогда Нам второпорядковая Логика Потребуется Вот Кроме Того Там Рассматривается Абстракция Над Интенсиональными Сущностями И в принципе Там тоже Намечается Каким образом Мы можем Это Осуществить И еще Рассматривается Вопрос По поводу Бимодальной Логики Да У нас здесь Модальности Необходимости И возможности Понимаются Не в метафизическом Смысле То есть Не Так как Они в S5 Понимаются Да У нас Другой Смысл И Отдельное Приложение Посвящено Тому Как Эти Модальности Связаны То есть Вот Эти Вот Интерпретационные Как Линобо их Называют Модальности С метафизическими И Кроме Того Еще Четвертое Дополнение В Дополнении А Касается Того Какую Логику Высказывания Избрать То есть По умолчанию У нас Здесь Используется Классическая Логика Но Линобо Также Говорит Что Вот Есть Вопрос Относительно Того Использовать Интуиционистскую Логику Или нет И Сравнивает Эти подходы С реализмом И антиреализмом И говорит Что мы можем Оставаться Реалистами И при этом Использовать Что-то типа Полуинтуиционистской Логики Да То есть Это будет Интуиционистская Логика В которой Кватификация Ограничена Только Теми Множествами Ну То есть Квантификация Ограничена Определенным Множеством Определенным Множеством Да Вот И при этом Квантификация Ведет себя Классически Хотя Все остальные Связки Интуиционистские То есть Дизъюнкция Там Например Вот И так далее На этом у меня На сегодня все Спасибо за внимание Если есть вопросы Я попытаюсь Ответить Большое спасибо Лев Очень интересно Лев А как Ты бы оценил Позицию Линоба Это все-таки Интуиционизм Или это Какая-то Классическая Фрегианская Позиция Мне что-то Не ясно Ну Мне кажется Что она Больше тяготеет Классической Все же То есть Вот в этом Приложении О котором я В последнюю очередь Говорил Где Линоба Сравнивает Классическую Интуиционистскую Логике Он говорит Что в принципе Можно использовать Интуиционистскую Логику Высказываний Вместо Классической Логики Высказываний Но Для квантеров У нас все равно Должна быть Классическая Логика Ну и вот У меня Также Вопросы В отношении Мотальности В отношении Мотальности Ну Ну Слышно Только Плоховато Как согласуется Понятие Возможных Миров С идеей Расширения Домин Разве Возможные Возможные Миры Не всегда Должны Быть Привязаны К Другому Тор Ну Здесь возможно Несколько Вариантов Семантику Возможных Миров Можно Строить И так Что у нас Не будет Одного Домена Для Всех Возможных Миров И у нас Будет У каждого Возможного Мира Свой Отдельный Домен Здесь Именно Такой Подход Используется Вот Это Мне К сожалению Непонятно Как Такое Может Быть Ну Здесь Ведь Домены Не то Чтобы Абсолютно Никак Друг с Связаны Они Просто Являются Расширениями Да Вот Мы Начинаем В каком-то Возможном Мире И Допустим У нас Там Существует Ну Вот Пример Существуют Линии Соответственно Мы Можем Над Ними Абстрагироваться Получить Направление То Мы Переместимся В какой-то Новый Возможный Мир И Там У нас Кроме Линии Есть Еще И Направление Мне Кажется Что Мы Переместимся В новый Универс Возможных Миров А Не Вновь Возможных Миров Может я Ошибаюсь Ну Вот Насколько Я Помню Когда Мы Вильямсона Обсуждали Там И Он Рассматривал Где-то Два Возможных Подхода Что Вот У нас Будет Один Домен На Все Возможные Миры Или Когда У нас Домены Будут Разные По-моему У Стал Нейкера Разные Домены Возможных Миров В его Варианте Семантики Возможных Миров Да Ну Это Выше Моего Понимания Как Такое Может Хорошо Спасибо